Всех приветствую на своем канале! В сегодняшнем видео обзоре хочу показать вам вот такой вот наборчик совы с плюшки. Состоит наборчик из шапочки совы и вот такого замечательного шарфика, однотонного, с бубончиками. Шарфик я вязала спицами, шапочку я вязала крючком номер 4, использовала пряжу я Бонита от фирмы Ланосов двойную ниточку, вязала столбиками без накида, использовала пряжу двух цветов, серого и розового, также у меня связаны вот такие вот глазки из беленькой пряжи, пряжу я взяла на глазки акриловую, более тоньше, вязала тем же самым крючком, то есть оно у меня более такое тоньше, вязка довольно-таки плотненькая и вот такой замечательный носик, ушки у меня с кисточками, вязала я обычное днище из столбиков без накида, кругами, гуруми, затем делала плавный переход и вывязала высоту, то есть глубину нашей шапочки, связала затем ушки и прицепила вот такие вот жгутики, ссылочку на шарфик я вам оставлю под этим видео, единственное, что я не вывязывала на нем сову, как у меня в видео уроке, просто делала вот такой вот однотонный шарфик и на бубончиках сделала акцент вот этих вот цветов, которые есть на шапочке, то есть серые и беленькие глазки, глазки я сделала вышивку, реснички вот такие замечательные, вот, и за основу шапочки я взяла шапочку-кошечку, единственное, что делала меньше диаметр головы, то есть наборчик у меня рассчитан на годовалую девочку, на годовалого ребенка, вот оно, мое днище такое вот, начинается с кольца амигуруми и вывязывается столбиками обычный кружочек. Ушки я сделала с помощью прибавок по бокам, то есть просто сделала такое же кольцо амигуруми, в него пять столбиков и делала прибавки по бокам, то есть благодаря этому у меня получились вот такие вот треугольнички, вот, на ссылочку на шапочку-кошечка я вам оставлю под этим видео, благодаря ему вы сможете связать вот такую вот шапочку-сову, только уменьшите в диаметре или же вяжете на нужный вам размерчик, и точно так же ссылочку на шарфик обязательно, конечно же, оставлю в комментариях. И кому понравилось, обязательно ставьте лайки, оставляйте комментарии, чем смогу, тем помогу, кто захочет связать, я думаю, что здесь ничего сложного для вас не должно быть, поэтому обязательно не забывайте подписываться на мой канал, всем пока-пока!